Их общий стаж работы на железной дороге 256 лет. Четвертое поколение семьи Рубинских выбирает профессию, которая связана с поездами. Живут они в станционном поселке Табол. Учат подрастающее поколение и рассказывают удивительные истории жизни. В гостях у династии железнодорожников побывали наши корреспонденты. Стол ломится от угощений. Главное блюдо – запеченная щука. Глава семьи Валентин Николаевич – заядлый рыбак. И в трудовые времена. И сейчас на пенсии находят время для любимого увлечения. Нашу съемочную группу здесь встречают именно так, как говорится, с хлебом и солью. Семья Рубинских в районе Бимбета-Малина известная. Это трудовая династия. На железной дороге работают четыре поколения. Когда-то родители главы семейства приехали сюда на целину из Белоруссии и остались на всю жизнь. Я помню, что там вагончиков мы всегда бегали в детстве. Потом уже родители уходили на работу. Я так помню один раз, меня током это ударило. Вот там между вагонами провода проходили, чтобы все это. Что-то оголенное было, мы игрались, я что-то тронулся так за провод. И меня так вот закрутило чуть-чуть, но испугался. Валентин Николаевич всегда мечтал работать на больших машинах. Именно поэтому после армии перешел на железную дорогу. Попал на восстановительный поезд, управлял бульдозером. Это своего рода служба ЧАЭС, только на путях. Ну, восстановительный поезд, целью, как получается, где сход вагонов, локомотива там, где, ну, всякие бураны там занесло. Ну, как аварийная служба, получается, спасательная. Супруга Ольга Анатольевна, тоже заслуженный работник железной дороги, пошла по стопам своей матери. 10 лет дежурной по станции проработала. 7 лет помощником, потом 10 лет дежурной по станции. Это очень сложная работа дежурной по станции. Это вот 12 часов, голова крутится на 360 градусов. Два парка, в одном 17 путей, в одном 14 путей. И еще плюс пассажирские поезда. И вот это руководить этим всем, и представьте всей станции, какой поезд принять, какой локомотив куда загнать. И плюс график исполненного движения надо делать. Это очень сложно. Ошибок нельзя было допускать. Ошибка – это человеческие жизни. Свою трудовую деятельность она завершила начальником вокзала. В народе ее даже шуточно называли «вокзальная мама», потому что за всех переживала, всем помогала. На железной дороге бывают разные истории. По стопам родителей пошла и дочь Надежда. Она помнит, как папа брал ее на работу уже тогда. Поезда завораживали. Поезд – это, наверное, приключения всегда. Мне кажется, это во все времена были, что поезд – какие-то приключения новые, города новые, какие-то знакомства. Ну, это как пассажиры. А никто никогда в поезде здесь же не знает, что именно чтобы поехать на поезде – это сколько служб вообще работает. Вот самое первое, можно сказать, и я приготовлю этот маршрут, чтобы стрелки ходили, работают путейцы, работают механики, чтобы вовремя загорелся светофор, поехал поезд. В свободное время они собираются за большим столом, рассказывают интересные истории. Глава семейства хвастается очередным уловом. Даже на пенсии Валентин Николаевич всегда при деле. И сегодня эта семья – пример добропорядочности, трудолюбия и преданности своей профессии.